У меня сегодня уже красилась, когда ездила, сдавала анализы, надо еще раз накраситься. Сделала себе вот так. У нас снежок. Слушайте, история. Не могу сдать квартиру мужу. Звонят в основном граждане других республик. Я понимаю, как бы русский язык бы знали. Просто звонят в таком формате, типа, что вообще я их даже не понимаю, что не говорят, в принципе. И с такими наездами еще на меня. Тип, ты что, не узнаешь? Я уже, например, узбек. То есть я должна угадывать еще при этом. Еще одна моя плохая дала своей дочери кольцо поиграть. Угу. Ну и заснула вчера. Ну, естественно, сегодня с утра нет кольца ни у нее, ни у меня. Все. Пылесос посмотрела. Думаю, может, у меня с утра пылесосил, засосало. Нет? Нет, не засосало. Я очень люблю выделять, блин, сверху, короче. Так, белые штучки. Это зрительно приподнимает века. И кажется, что века больше. Но нужна растушевка. То есть нельзя совсем оставлять вот так. Сейчас покажу. Блин, я так люблю косметику. Я обожаю. Вот так растушевает. Чтобы как бы снять сильную белизну. У вас тоже накрашу. Кто меня смотрит? Сегодня последняя новость. У нас на Щелковском шоссе в 6 утра, по-моему, столкнулось 6 машин в сторону Щелкова. Ну, видимо, многие еще резину не поменяли. А у нас сегодня второй раз только снег выпал. Вот. И там таксистов, по-моему, было много. Ну а таксисты-то у нас газуют. С таксистами постоянные, по-моему, аварии. К сожалению, кисточки мои любимые. Блин, как я люблю кисточки. Кисточки, кисточки. Так. Вообще, на самом деле, неудобно моется, но иногда хочется рукой. Но ими удобно вот, например, вот так прочерчивать. Очень удобно. Прочерчивать глаз. И делать потемнее. Растушевать интересно. Надо мне палетку новую купить. Теней. Вообще, конечно, макияж это такое искусство. Это, кстати, приятное искусство. Мне нравится. Крающийся, потому что... Ну, кстати, вообще, многие девушки вот так вот вниз себе прокрашивают. Не знаю, насколько там темно получилось. Можно другой кисточкой немножко. Другой тонн осветлить. И вывести сюда некоторые. Вот так прям выводит. Я обычно так не вывожу. Ну, как бы к... к стрелочке. Вот. А потом можно это все делать. Опять же растушевать. Растушевать. Я люблю растушевать. Чтобы... Ну, не сильно уже вызывающе-то было. Ну, единственное, у меня стерлись эти стрелки. У меня была вот так. Одна подводка можно выбросить. Угу. Так, извините. Единственное, я хочу посмотреть, может... Не, она даже для гровей уже никакая. Так, следующая подводка. Слабенькая. Какая-то она слабенькая. Надо оставить и намочить. Так, а это что у меня за подводка? Блин, куча косметики валяется. Она тоже слабенькая. Она для гровей. Ой, косметика-косметика. Это прям какая-то это... Болезнь, блин. Я вообще божаю косметику. Божаю краситься. Кто-то не любит. То есть кому-то вот действительно очень интересно наложить искусственные ресницы. Ну, и как бы и все. Мне нет. Мне нравится краситься. Есть в этом прошлом что-то такое. Классное. Что-то у меня там дочь, по-моему. Смасло. И ногти, кстати, да, я сама люблю делать. Вообще, я так скажу, что профессионалов по ногтям очень мало. Я как-то тут зашла... Ну, не как-то. Тут давно, помню, зашла в московский салон. Ну, это было единственное, по-моему, на Петровской-Розумовской. То есть, ну, не центр, конечно, серая ветка. И у меня было время. И я зашла сделать ногти. И девушка... Ну, начала мне сначала просто маникюр. Причем она мне делала, по-моему, аппаратный маникюр, да. Она мне разрезала. Просто у меня все вот здесь пальцы, все были в крови. Она мне говорит, ой, у вас так просто близко расположены кутикулы. Просто все пальцы в крови. Я думаю, ладно, не буду я с ней ругаться. Ну, я просто увидела, что она такая расстроенная, что у нее ничего не получается. Ну, как, получилось, но она мне все пальцы разрезала. То есть, по большому счету, я могу сказать, девушка, вы, ну, как бы, вообще не умеете, что ли, работать, да, развернуться и уйти. Вот, но я ей сказала, ладно, как бы, доделайте там свою работу. Не помню, сделала. Она мне скидку не сделала. Может, и сделала, кстати. Может, я помню, что она такая расстроенная была. Сама расстроена была. Я не стала ничего высказывать. Вот, но после этого, вот, ну, как бы, я подумала, вот, забыла я у нее проверить, все ли у нее были эти, ну, там, распакованные и продезинфицированные вуф-лампе приборы. То есть, на самом деле, вот так заразиться какой-нибудь гадостью очень просто. По-моему, через расческу, через стоматолога и вот эту маникюрную все чушь можно сразиться этим гепатитом. И, по-моему, даже если у тебя прививка есть. Хотя, у меня-то есть прививка, но... А, говорят, еще что-то туберкулезом можно заразиться. Ну, короче, можно заразиться всем чем угодно. Поэтому все эти процедуры... Потому что... Все это, на самом деле, ну, хорошо, когда у тебя проверенный специалист. Ты, например, ходишь к этому человеку, и ты прекрасно знаешь, что он нормальный. И что все будет хорошо, хотя и то не факт. Пришел кто-нибудь, не сказал, что заболел. Ну, или сам не знает человек. Такое тоже бывает. Он болеет и еще пока, например, об этом не знает. Вот. И может загружать. Вот эта вот стрелка мне немножко вылезла. Вот эта вот идеальная стрелка. А, эта все-таки пошла немножко не по плану. Ее надо... Потушевать ее надо. Немножко ее надо закрыть. Есть вот такие вот вещи. Тут светлый-то он есть. Блин. Так, я люблю косметику. Почему я не этот... Не визажиста. Надо было на визажиста идти учиться. Хотя никогда не поздно. Блин. Немножко. Теперь стерла. Переборщила, блин. Видите, какое-то мучение. Делаешь. Блин. Теперь здесь переборщила. Придется толстую линию делать. А здесь надо шаменькой. На каждый участок своя кисточка. Это как художество такое. Ну вот. Уже лучше. Я тут, Алис. Так. Такой у меня небольшой. Будем красить ресницы. 33 туши. Начинаем с самой простой. И сразу я крашу. И вверх. Кстати, вот эта штука по подъему ресниц. Мне вообще не понравилась асфиксика. Еще что-то она не айс. Могу показать. Вот эта вот штука. Вот. То есть она подразумевает подкрутку до глаза. У меня ресницы длинные. И то он не достает. Он не достает. Это, короче, говно. Что вообще не покупать даже. Вот. Где же я видела. Висят хорошие. А. В этом. Магнит косметик даже еще более-менее продается. Такие железные. Вот ее, я думаю, стоит купить. Так, думаю, надо, наверное, брови сделать. Брови я не рисую. У кого-то там ничего я этого не делаю. У меня это, нафиг, не надо все. Я делаю простые вещи. Абсолютно. Сначала я расчесываю щеточкой, да. У меня они тоненькие. К сожалению, они светлые. Так что не поделаешь природу. У меня волосы тоже были светлые. Брови светлые. Берешь такой средний тон. И вот так. Потом я подредактирую. Там, где вот это точечное соприкосновение идет, да. Там оно как бы проявляется. Здесь можно даже потемнее. Главное не вылезать. Блин, а еще больше всего я люблю, когда меня красит. Абсолютно. Обожаю. Дай у нас темную кисточку. Кисточку. С палочкой уберу. Мам. Пойдем я тебе покажу, что там случилось. Сейчас я брови докрашу и посмотрю, что там случилось. Да, знаю. Там еще какое-то швомое. Я не себе сяло. Вот. Был швом толщет. Был. Классно. Угу. И вот мне такая вот нравится. Вивен Сабо. Такая специальная для бровей. То есть я в последнее время перестала пользоваться карандашом. Хотя я люблю. Сейчас покажу, какой карандаш. Блин, где он у меня? Мне нравится в принципе, да блин. Ага. И он пропал, да? Ну, очень странно. Хотела вам показать карандаш. И он пропал. Нормально так. А, ничего не помыли вообще. А, вот. Он гелевый, не смывающийся. Каял. Тоже Вивен Сабо. Только карандаш. Тип силиконовый такой. Он очень мягко ложится. Достаточно мягко. Вот. Ну, вот если выбирать, то я все-таки вот за это сейчас. Мини-щеточка. Потому что свои природные, как бы ты пушистишь бровки. И можно, в принципе, немножко подредактировать. Точатся, кстати, такие карандаши. Обычная точилка для этих карандашей. Там один раз и все. Кстати, сзади у него нету точилки. То есть, свои. Свои точилки у него нету. Нет. Просто за воду он проверял. То есть, можно, конечно, немножко. Но он усиливает сильно. Он, как вам сказать, он делает более такой цвет. Вот если сравнить, да. То есть, переход. Видно же, что здесь карандашом. Вот здесь видно, что карандашом. Там не видно. И вот эта вот грань, когда видно и не видно, мне не нравится. А вот кисточкой все-таки ты делаешь, как будто у тебя это природное все. Ты просто потом палочкой редактируешь, ты убираешь излишки. Но я, как правило, наношу на палочку средство. Спокойно убирается. Так. И то же самое здесь. Я здесь не буду карандашом. Хотя, я говорю, фирма одна и та же. Вот это Вивьем Цубо. Но. Но сильно, сильно утрируется. И вот эта искусственность. Видно, что карандаш. Вот те брови, которые девчонки делают. Я вообще офигеваю от них. Ну, то есть, вот есть разница вот здесь, как сильно, да, прочерченный. Как здесь, такой более размытый. И более естественный такой угол получился, да. Я не знаю, как вам. Ну, а тут прямо на мазюк она получилась. То есть, это как-то более, более пошло. Некрасиво. Мне не нравится. Я стараюсь такую убрать. Как бы тоже растушевать. Вот это мне нравится. Но хоть видно, конечно, что у меня не так много волос. Ну, и бровей, если у меня, да. Ну, точнее, он не редкий. Но оно издалека смотрится достаточно естественно. А это более так грубо и искусственно. Вообще, я не люблю, когда все искусственно. Терпеть не могу. Так, тоналкой я не буду. Хайлайтер у меня самый обычный. Да, наверное, сначала просто пройдемся. С мелкими румяными. Румяным необычный от Фаберлик. Ничего особенного. Такой обычный тон. Больше. У меня такое ощущение, что я больше это делаю для кайфа. Вообще, перед работой, перед какими-то важными делами. Это как будто, когда ты делаешь макияж, ты как бы делаешь себе приятное. Ты так, как массажик. Очень неплохо. Так вот. Хайлайтер я наношу здесь. Кстати, сказали взять такой скребышок и пробовать выпрямлять нос. Вот так вот. Каждый день. Надо, кстати, начать пробовать. Так. Вот это вот здесь. Не растираю. Сверху чуть-чуть гол, снизу чуть-чуть гол. Растираю. Ну и здесь у меня и так телефон высвечивает. Как бы. Ну вот, я хайлайтер наношу так. Вот. При этом при всем я могу еще разок. Ну, не нанося уже на румяну. Просто вот так вот сделать. Сделать. Так. Где-то у меня была. Сейчас секундочку. Уже. Блин, все-таки надо несколько кисточек. Ну. Я такая. Сначала как бы. Протонирую. Какой же это кайф. Не знаю. Я кайфую, когда я себя крашу. Когда мне кто-то красит, так это вообще нирвана. Я не знаю. Ну, ты знаешь, а золясь я каждый раз, да, что от тех кто скрасил. Только если какой-то голод. Ага. Крайне редко. Карандаш я не буду растушевывать. Я уже накрашиваю, да. Тогда я растушую. Помада мне яркая. Под ногти. Мам. Да. Иди сюда. Свет. Можешь выключить? Свет. Да. Иди другой свет. Ну, конечно. Но я ничего не знаю. Малычная, но нас еще ляск. Малычная, но нас еще ляск. Торинка. Вдох. Готово. Контуры расчерчиваю. Я на самом деле очень хорошо сделала. Вот, можно, конечно, ещё лучше Промокнём тысячной купюркой Ничего, под рукой просто больше не было Ладно, шучу Сейчас некоторые подумают, вообще охреневшие Это игрушечные деньги Так, ну всё В принципе, я готова Ну, если учесть, что я даже больше сегодня никуда не пойду Вот смотрите, да Я уже, в принципе, по делам съездила Я сегодня вообще никуда не планирую Вот, но для себя Для вас Нужно это делать Нужно как бы себя приводить в порядок Краситься Чтоб самой себе нравиться Потому что есть такой закон Если ты сама себе не будешь нравиться Ты как бы и другим Почему ты будешь другим нравиться Если ты, да, сама себе не нравишься Вот, когда я делаю себе макияж Когда я сама себе нравлюсь Я нравлюсь окружающим Клэл и инвитро рядом Наш хлеб Нет, пойдём сюда Как же делаю? Да, сейчас я вот зеркало Да, сейчас я вот зеркало достаю Там чатик и доча был Торт Да А они мне подарки покупают? Классное зеркальце Смотри, как оно переливается Дам мне его Она не наиграла И торт И торт Нет? Я понял Тогда в Вьетнам Ну вот по Вьетнаму я бы сам уехал Нет! Не будем разрезать Торт Либо Вьетнам, либо Таиланд Кому-то торт, а кому-то витамины Таиланд 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 Таиланд